ЛЕКЦИЯ ПО ШИМАТ БАГАВАТАМ Первая песня, 8 глава, 25 текст Лос-Анджелес, 1973 год Перевод Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы каждый раз мы могли видеть Тебя, ибо тот, кто видит Тебя, не видит больше круговорота рождений и смертей. Это очень интересный стих. Випада — бедствия, опасности. Это очень хорошо, если такие опасности и бедствия напоминают мне о Кришне. Это очень хорошо. Как преданный воспринимает опасность? Опасности не избежать. Потому что этот материальный мир полон опасностей. Эти глупцы не знают об этом. Они пытаются избежать опасности. Это называется борьбой за существование. Все стараются обрести счастье и избежать опасности. Такова материальная жизнь. Аттамтика сукхам. Аттамтика сукхам. Аттамтик сукхам. Высшее счастье. Трудясь. Человек думает, я буду тяжело трудиться, чтобы открыть счет в банке, и чтобы в старости я мог наслаждаться жизнью и не работать. У каждого есть такое внутреннее желание. Никто не хочет работать. Как только человек получает какие-то деньги, ему хочется отойти от дел и радоваться жизни. Но это невозможно. Так вы не сможете стать счастливым. Здесь говорится Апунар Бхавадаршана. Истинная опасность Она говорит об Апунах. Апунах значит А значит Не. Апунах Бхава значит повторяющийся рождение и смерть. Настоящая опасность это круговорот рождения и смерти. Его необходимо остановить. А не эти так называемые опасности. Материальный мир полон опасностей. Например, если вы оказались в океане, если вы в океане, то пусть у вас даже будет очень прочный и безопасный корабль, это все равно не безопасно. Потому что вы в море, где любая минута может грозить опасностью. Возможно, вы помните из истории вашей страны о Титанике. Ничто не предвещало опасности, но в первом же путешествии он пошел на дно, и все важные люди вашей страны погибли. опасности не избежать. Потому что вы находитесь в опасном положении. Этот материальный мир сам по себе опасность. Опасность никуда не денется. Поэтому наша обязанность это думать, как пересечь море как можно скорее. Пока вы в море, вы в опасности, каким бы надежным ни был ваш корабль. Это факт. Это факт. Поэтому пусть вас не беспокоят волны. Просто пересеките море, переберитесь на другую сторону. Таков ваш долг. Подобным образом, пока мы находимся в этом материальном мире, бедствия будут иметь место, потому что это мир бедствий. Поэтому наш долг, даже среди этих треволнений, развивать свое сознание Кришны, чтобы после того, как мы оставим это тело, мы вернулись домой к Кришне. На это мы должны направить все свои усилия. Так называемые бедствия не должны беспокоить нас. Они, конечно же, не так называемы, они реальны. Аджуна спросил у Кришны об этом. Все, что ты говоришь, хорошо. Я не тело, я душа. Никто не является телом, все души. Когда тело умирает, когда тело перестанет существовать, душа не умрет. Но когда я вижу, как умирает мой сын или мой дед, я чувствую, что это я убиваю их. Как мне успокоить себя той мыслью, что мой дед не умирает, и сын мой не умирает. Они просто меняют тела. Ведь я не привык так рассуждать. Я не могу не огорчаться. И Кришна ответил, «Да, это факт. Поэтому ты должен просто терпеть, только и всего. Нет другого средства». Там с Титикха с Вабхаратом. Кришна никогда не отрицал этого. Арджуна объяснил, «Я знаю, что когда мой сын умирает, он лишь меняет тело. Когда умирает мой дед, он лишь меняет тело. Я все это знаю, но тем не менее, поскольку я питаю привязанность к его коже, я вынужден страдать». И Кришна ответил, «Да, это страдание, поскольку ты также придерживаешься телесных представлений. Поэтому ты должен страдать. Поэтому другого средства избавиться от этого, кроме как терпеть, не существует. Нет другого средства». Например, в вашей стране по утрам очень холодно совершать омовение. Это не очень приятно. Но значит ли это, что преданные прекратят омываться? Нет. Даже если холодно, человек должен мыться. Следует исполнять свой долг. Человек должен исполнять свои обязанности, пусть даже ему приходится немного трудно. Это называется тапаси. Тапаси означает, мы должны продолжать свой путь сознания Кришны, несмотря на все опасности и бедственные положения этого мира. Это называется тапаси. Тапаси значит добровольно брать на себя жизненные трудности. Те, кто совершает традиционную тапасию, несмотря на палящее летнее солнце, они раскладывают вокруг себя костры и так практикуют медитацию. Есть такие формы эпитемии. В холодную погоду человек погружается по шею в воду и так медитирует. Эти методы предписываются для тех, кто практикует тапасию. Но Господь Читания Махапрабу не просит делать этого. Он дает вам очень хорошую программу. Пойте, танцуйте и принимайте просад. Но даже это мы не хотим делать. Мы не можем принять даже такую тапасию. Вот видите, мы настолько пали. Эта форма тапасии очень легка и приятна. Однако мы все равно не соглашаемся. Мы будем гнить на улице, валяться, где ни попадя, и при этом думать, я выпью, пересплюсь с женщиной и завалюсь где-нибудь. Что тут поделаешь? Мы предоставляем хорошие возможности. Приходите сюда, пойте, танцуйте. Живите в мире и принимайте Кришна Прасад. Будьте счастливы. Но люди не примут. Это называется невезением. Поэтому Читания Махапрабу говорил, Читания Махапрабу говорит, «Нам-на-макари-бхудхан ничи-садбра-сакти». В трансцендентном святом имени Бога, Кришны, содержатся все энергии. Как и сам Кришна, святое имя наделено безграничными энергиями. Поэтому «Нам-на-макари-бхудха» у Кришны множество имен. У Кришны тысячи, тысячи имен. И главное из них это имя Кришны. «Нам-на-макари-бхудхан ничи-садбра-сакти тат-тратрита ния-мита-смарани нина-калавра». В повторении святого имени нет строгих правил, определяющих время повторения. Нет, можете делать это в любое время. И имя, и сам Кришна. Суть одно. Согласно этой логике, святое имя Кришны, есть сам Кришна. Оно ничто иное, как Кришна. Не думайте, что Кришна живет на Галоков-риндаване и отличается от своего имени. Например, у нас в материальном мире есть такое представление, имя отличается от объекта. Но в абсолютном мире нет такого различия. Это называется абсолютным. Имя настолько же могущественно, как и сам Кришна. У вас есть язык, вы можете повторять Кришна, Харея Кришна. Вы сразу же соприкасаетесь с Кришной. Сразу же. Поскольку имя Кришны и личность Кришны не отличны. Они тоже детственны. Даже если вы думаете, что Кришна далеко-далеко, Кришна недалеко. Кришна находится в вас. Он недалеко. Он далеко, но в то же время он очень близко. Итак, даже если вы думаете, что Кришна очень далеко, у вас есть его имя, вы можете повторять Харея Кришна и Кришна сразу же становится доступен вам. И чтобы получить такой быстрый доступ к Кришне, не требуется следовать сложным и строгим правилам. Вы можете повторять в любое время, вы сразу же почувствуете Кришну. Просто взгляните, насколько Кришна милостив. Поэтому Чайтанна Махапрабху говорит, «Этадри Шитава Криппау, мой дорогой Господь, Ты дал мне такие замечательные возможности соприкоснуться с тобой. Но Дуэрдаева, но я так неудачлив, что лишен привязанности к этим вещам. У меня нет привязанности. Я привязан к чему угодно, кроме повторения Харея Кришна. В этом мое невезение». Кришна дал столько возможностей, Он присутствует перед вами в трансцендентном звуке Его имени. А имя наделено всеми энергиями Кришны. Итак, если вы постоянно соприкасаетесь с именем, вы обретаете все благословения Кришны. И все же я не склонен повторять Мантру Харе Кришны. Вот невезение. Итак, преданный никогда не воспринимает опасности, как ужасное бедствие. Он приветствует их, потому что, будучи преданной душой, он знает, что и опасность, и радостный праздник. Все это различные проявления Кришны. Кришна абсолютен. В шастре говорится, что существуют две стороны, два полюса, религия и безверие. Но в шастре говорится, что религия это лицо Бога, его передняя часть, а безверие это его задняя часть. Итак, лицо или спина Бога есть ли разница? Бог абсолютен. Поэтому преданный и в богатстве, и в опасности, не обеспокоен. Он остается невозмутим. Он знает, что и то, и другое Кришна, даже в опасности. Итак, Кришна предстал передо мной как опасность. Например, Хирани Кашипу и Прохлад Махарадж и Нарисим Хадев. Для Хирани Кашипу Нарисим Хадев представляет опасность. Но для Прохлад Махараджа он высший друг, та же личность. Подобным образом, преданный никогда не видит в Боге опасность. Преданный никогда не боится опасности. Он убежден, что опасность это лишь еще одно проявление Бога. Поэтому, почему я должен бояться? Я предался ему. Кунти Деви говорит, «Випадах Санту» поскольку она знает, как помнить о Кришне в минуту опасности. и она с радостью воспринимает опасность. Мой дорогой Господь, если я могу помнить о Тебе, то пусть эти бедствия случаются со мной. Например, Прохлад Махарадж всегда думал о Кришне, когда Отец подвергал его опасности. Поэтому, если вы попадаете в опасное положение, если это опасное положение помогает вам помнить о Кришне, то это нужно приветствовать. Приветствовать. «О, мне предоставляется возможность помнить о Кришне». Зачем это приветствовать? Потому что если мы видим Кришну, значит, мы продвинулись в духовной жизни настолько, что нам уже не придется больше испытывать эти опасные ситуации. Если вы продвигаетесь в сознании Кришны, то в результате, оставив это тело как говорит Кришна, «Тактва дехам, оставив это тело, вы не родитесь вновь в этом материальном мире». Это должно быть нашей целью. Предположим, мне сейчас очень удобно, моему телу очень удобно, но потом придет смерть и еще одно рождение. Если, расставшись с этим телом, я получу тело кошки или собаки, чего стоит это удобное положение? Ведь смерть неизбежна. «Дехамтарам» значит, вы вынуждены получить очередное тело. Если вы не знаете, какое тело получите, вы можете узнать это. Об этом говорится в шастре, что если вы развиваете такой-то склад ума, то получаете такое-то тело. Поэтому, если я чувствую себя комфортно, имея собачий склад ума, тогда в следующей жизни я останусь собакой. Чего тогда стоит это удобное положение? Может быть, 20 лет я буду наслаждаться, может быть, 30, 50 или почти 100 лет, но когда я расстанусь с этим телом и присущим ему удобным положением, вследствие своего образа мыслей, я стану кошкой или собакой или мышей, в чем тогда благо такого удобного положения? Люди не знают этого. Особенно в наше время они думают, сейчас мне удобно, у меня достаточно денег, достаточно имущества, у меня достаточно удобства, пищи хватает. Как только телу придет конец, второго рождения не будет, поэтому пока я живу, дайте мне наслаждаться жизнью. Такова современная философия гедонизма. Но это не так. Поэтому кунти беспокоится апунарбхавадаршанам, апунарбхавадаршанам, сознание Кришны означает всегда думать о Кришне. Ваше сознание должно быть погружено в мысли о Кришне. Поэтому мы предлагаем разные формы занятости в сознании Кришны. Мы не должны распылять нашу энергию. Теперь, когда мы продаем книги, это сознание Кришны. Мы продаем книги. Но если мы решим вместо книг продавать ювелирные изделия, это не очень хорошая идея. Не очень хорошая. Мы тогда снова станем ювелирами. Пунармушик абхава. Снова стань мышкой. Мы должны быть очень осторожны. мы не должны позволять нашему сознанию Кришны отклоняться. Тогда вы идете в ад. Даже если мы встречаемся с опасностями и страданиями в сознании Кришны, мы должны терпеть. Мы должны приветствовать такую опасность и молиться Кришне. Как звучит эта молитва? Мой дорогой Господь, то, что я попал в это опасное положение следствует Твоей милости, так смотрит преданный. Он не воспринимает опасность как опасность. Это милость Кришны, считает он. Почему милость? следствие моих прошлых деяний я вынужден сильно страдать, ты уменьшаешь эти страдания, давая мне лишь их малую часть. Например, символическое наказание. Иногда в суд вызывают какую-нибудь важную персону, если судья назначит ему штраф в 100 тысяч долларов, он может тут же расплатиться, но судья просит его заплатите один цент, поскольку это тоже наказание, но смягченное, да минимум. Подобным образом мы должны страдать за наши прошлые деяния. Это факт. Вы не можете этого избежать. кармани ниддхати кинтуча бхакти вазят. Но страдания тех, кто практикует преданное служение, тех, кто пребывает в сознании Кришны, сводятся к минимуму. Это символическое страдание. Например, человека должны убить. Но вместо смерти от ножа он получает небольшой порез на пальце. Тех, кто находится на пути преданного служения, Кришна уверяет, «Я защищу тебя от последствий твоих грехов». Так происходит, когда за спиной человека какие-то очень серьезные преступления. Его должны были повесить, но он лишь режет себе палец. Вот так. Тогда почему мы должны бояться опасности? Мы должны просто зависеть от сознания Кришны, поскольку если мы останемся в сознании Кришны в любых обстоятельствах, то в результате нам не придется вновь приходить в этот материальный мир. Вновь и вновь, когда вы думаете о Кришне, когда вы видите Кришну, читаете о Кришне, работаете для Кришны, так или иначе, если вы остаетесь в сознании Кришны, в этом ваше благо. И это благо спасет вас, от необходимости вновь рождаться в материальном мире. Таково истинное благо. Но если же я буду находить комфорт в так называемых других занятиях, если я забуду о Кришне, и мне придется родиться вновь, то в чем тогда мое благо? Мы должны очень осторожно к этому относиться. Мы не должны прерывать свое сознание Кришна ни при каких обстоятельствах, даже в минуты тяжелых страданий, как говорит Кунти Деви. Кунти Деви приветствует это випадах санту. Пусть будет. Потому что перед победой на Курукшетре все эти пандавы прошли через огонь и воду. Об этом мы уже говорили в предыдущих стихах. Их пытались отравить ядом, сжечь в смоленом доме. порой на них нападали великие демоны, людоеды, великие воины. Каждый раз они потеряли свое царство, потеряли жену, потеряли репутацию. Их сослали в лес. Их жизнь была полна опасностей. Но во времена всех этих опасностей Кришна был с ними. Когда Драподива Драподи раздевали, Кришна проявился там, чтобы стать ее сарей. Кришна всегда приходит на помощь. Поэтому Бишмадева на смертном одре, он был дедом пандавов. Когда пандавы пришли к нему, лежащему на смертном ложе, он воскликнул, что эти мальчики, мои внуки, само благочестие, Махарашвитиштир, сама праведность, его звали Дхармарадж, царь религии. Он был старшим братом, Абхима и Арджунам. Это преданные великие герои. Они могли сражаться с тысячами воинов, очень сильные воины. И так там были Ютвишклира и Бхима. Арджуна тоже был там. И Дроупади сама богиня удачи. У них было благословение, что там, где находится Дроупади, не будет недостатков пищи. Это было прекрасное сочетание. И помимо всего прочего, Кришна всегда находился с ними. И тем не менее, они страдают. И Бишма заплакал. Я не понимаю замысла Кришны. Почему такие благочестивые, преданные также страдают? поэтому не думайте, поскольку я стал преданным, я не буду страдать и подвергаться опасности. Прохлад Махараш так страдал, пандалы очень сильно страдали. Харидас Тхакур страдал очень сильно. Но мы не должны беспокоиться перед лицом этих страданий. Мы должны иметь твердую веру, твердую убежденность, что Кришна есть. Он защитит меня. Не пытайтесь искать прибежище где-либо, кроме Кришны. Всегда выбирайте Кришну. Кришна говорит, «Контея прати жанихи наме бахта пранашити». «Мой дорогой Арджуна, ты можешь заявить на весь мир, что мои преданные никогда не погибнут». Почему он просит сказать об этом Арджуну? Почему он сам не объявит об этом? Есть один момент. Поскольку если Кришна скажет об этом, то не исключено, что он может нарушить свое слово, поскольку иногда он нарушает свое обещание. Но если это пообещает его преданный, он никогда не нарушит его слов. Так поступает Кришна. «О, преданный заявил об этом, я должен проследить, чтобы его слова сбылись». Таково положение Кришны. Он очень привязан к своему преданному, поэтому он говорит, «Ты скажи об этом». Если я скажу, то люди могут не поверить. Но если скажешь «Ты», они поверят, потому что ты преданный, твоя клятва никогда не будет нарушена. «Кришна хочет позаботиться. Обещание моего преданного будет исполнено. Мое обещание может и не исполниться». Так это сознание Кришны. Мы должны принимать сознание Кришны во всех обстоятельствах, даже в минуту величайшей опасности. мы должны хранить нашу веру в лотосные стопы Кришны, и тогда опасность отступит. Спасибо вам большое. Кришны, праздание Кришна, праздание Путале Шрим Матэ Бхакти Веданта Свамин Итен Аминей Аминь Аминь Лекция Пашима Дбагаватам, песня 1, глава 8, текст 26. 18 апреля 1973 года, Лос-Анджелес. Перевод. О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием, интересной красотой, и не может искренне обратиться к Тебе. Итак, это препятствия. Материальное богатство. И так далее. Джанма. Родится в очень аристократичной семье, или стране. Как, например, Вы, американские парни, девушки. Родились у богатых отцов, матерей, в богатой стране. Так, это в каком-то смысле милость Бога. Родиться в хорошей семье, или в хорошей стране. Стать богатым, очень состоятельным. Углубить свои знания, образование, и все прочие материальные стороны. И так же красота. Все это является наградой за праведные поступки. А иначе, почему бедняк не привлекает к себе внимания, но богатый человек привлекает? Образованный человек привлекает внимание. Глупец, мошенник не привлекает к себе внимания. То же самое можно сказать о красоте, о богатстве. Все это очень благотворно с материальной точки зрения. Но, когда человек материально богат, его это опьяняет. О, я богат. Я образованный человек. У меня есть деньги. Это опьяняет его. Поэтому мы советуем, поскольку они уже опьянены, обладая этим, и опять опьянятся, по природе эти люди уже опьянены. Опьянены в этом смысле. Например, когда вы пьете вино, вы опьянеете. Вы поите в небе. Вы думаете, что попали в рай. Да, это следствие опьянения. Человек становится пьян от мыслей. Я очень богат. Я очень образован. Я очень красив. Я родился в благородной семье, в прекрасной стране. Это хорошо. Но сколько продлится это опьянение? Предположим, вы американец. Вы богаты, красивы, обладаете глубокими познаниями. И вы можете гордиться тем, что стали американцами. Но сколько продлится это опьянение? Как только этому телу приходит конец, все заканчивается. Все, все опьянение. Например, вы пьете что-то и пенеете. Но как только этот дурман проходит, все ваши пьяные грезы исчезают. Если вы остаетесь опьяненным, парите в небе, на уровне ума, все это уровень ума, эгоистический уровень, телесный уровень. Но вы не являетесь этим телом, этим грубым и тонким телом. Это грубое тело сделано из земли, воды, воздуха, огня, неба. А тонкое тело сделано из ума, разума и эго. Но вы не являетесь частью этих восьми элементов, апарием. Это низшая энергия Бога. Даже человек с очень развитыми умственными способностями не знает, что он находится под влиянием низшей энергии. Он не знает. Это опьянение. Потому что пьяный человек не знает, в каком состоянии он находится. Итак, это процветающее положение, это опьянение. Если вы усиливаете свое опьянение, современная цивилизация подразумевает, что мы уже опьянены, увеличиваем свое опьянение. Мы должны выйти из этого состояния опьяненности. Но современная цивилизация усиливает его. Пьянете больше, больше и отправляйтесь в ад. Таково положение дел в современной цивилизации. Поэтому Кунти говорит, что это состояние опьянения, мадах, возрастает. Такие люди наивархати не могут с чувством обратиться к Джайарадамадхава. Не могут делать это с чувством. Это невозможно. Их чувство, духовное чувство утрачено. Они не могут с чувством обратиться, поскольку не знают. Они думают, что Бог только для бедных. Беднякам не хватает пищи. Вот пусть идут в церковь и просят, Господи, дай нам хлеб наш насущный. У нас же достаточно хлеба, зачем мне идти в церковь? Таково их мнение. Поэтому теперь, в эпоху экономического развития, никто не заинтересован в посещении церкви или храма. Что это за чушь? Зачем мне идти в церковь и просить хлеба? Мы будем развивать экономику, и тогда будет достаточно хлеба. В коммунистических странах они это делают. Коммунисты проводят такую пропаганду в деревнях. Они просят людей пойти в церковь и попросить хлеба. Те невинные люди просят, как обычно, «О Боже, хлеб наш насущный, дай нам». Зачем, когда они выходят из церкви, эти коммунисты спрашивают, «Ну как, получили хлеб?» Они отвечают, «Нет, господин». «Хорошо, попросите у нас». И они просят, «О, товарищ коммунист, дай мне хлеба». «А товарищ коммунист уже привез целый грузовик хлеба?» «Бери, сколько хочешь, бери». «Кто же лучше? Мы или ваш Бог?» Они отвечают, «Нет, господин, вы лучше». Потому что у них нет разума. Они не спрашивают, «Негодяи, откуда ты взял этот хлеб?» «Ты сделал его на фабрике?» «Можешь ли ты производить злаки, составляющие, из которых сделан хлеб, на своей фабрике?» Потому что у них нет разума, шудра. Они называются шудрами. Шудра означает «тот, у кого нет разума». Они принимают все, как есть. Но тот, кто является Брахманом, человек с развитым интеллектом, немедленно спросит, «Негодяй, где ты взял этот хлеб?» Это вопрос Брахмана. Ты не можешь произвести хлеб. Ты просто преобразовал Божье зерно. Зерно, пшеницу, дает Бог. А ты просто преобразовал ее. Но то, что ты преобразовываешь из одного в другое, не становится твоей собственностью. Например, я даю плотнику дерево, инструменты, деньги, и он делает очень красивый, замечательный шкаф. Кому будет принадлежать этот шкаф? Плотнику? Или тому, кто дал материалы? Кому он будет принадлежать? Плотник не может сказать, «Поскольку я преобразовал это дерево в такой прекрасный шкаф, он мой». Нет. Он не твой. Точно так же, дорогой негодяй, кто снабжает всем необходимым? Это Кришна. Кришна говорит, «Это моя собственность. Вы не создали это. Море, землю, небо, огонь, воздух. Это не ваше творение. Вы можете видоизменять эти материальные вещи, смешивая и преобразовывая. Вы берете землю из почвы, берете воду из моря, смешиваете их и кладете в огонь. Эта смесь превращается в кирпич. Затем вы складываете все эти кирпичи и воздвигаете небоскреб. Но где же ты взял все эти составные материалы, негодяй? Почему ты утверждаешь, что этот небоскреб твой? Это разумный вопрос. Ты украл имущество Бога и утверждаешь, что это твоя собственность. Это знание. Итак, те, кто опьянены, не могут понять. Они думают, «Это моя собственность». Я украл. Я похитил эту американскую землю у краснокожих индейцев. Сейчас это моя собственность. Но он не знает, что он вор. Он вор. В Бхагавадгите говорится, тот, кто берет имущество Бога и заявляет, что это его собственность является вором. У нас есть идея коммунизма у преданных. У нас есть коммунистическая программа сознания Кришны. Какова она? Все принадлежит Богу. Подобно тому, как они думают, что все принадлежит государству. Эти коммунисты в Москве русские или китайцы. Они мыслят в категориях государства. Но мы мыслим не в категориях государства. Мы мыслим в категориях Бога. Все принадлежит Богу. Та же самая философия. Раздвиньте же эти рамки. Просто вам нужно немного разума. Немного разума. Почему вы считаете, что это государство принадлежит небольшому количеству людей? Вы считаете, что только потому, что здесь есть население, американский народ, эта земля стала американской? Почему вы так думаете? Относитесь к этому, как к имуществу Бога. Итак, все живые существа это дети Бога. Бог является Верховным Отцом. Кришна говорит «Агам биджа прадах пита». «Я — Отец всех живых существ». Какому бы виду они не принадлежали, все они — живые существа. Они — мои сыновья. В действительности, это факт. Мы все, живые существа, являемся сыновьями Бога. Но мы забыли об этом. Поэтому мы сражаемся. Предположим, что если в хорошей семье все знают, Отец дает нам пищу. Так зачем нам, братьям, драться? Подобным образом, если мы станем сознающими Бога, если мы станем сознающими Кришну, это сражение прекратится. Я американец, я индус, я русский, я китаец. Все эти глупости прекратятся. Движение сознания Кришны настолько прекрасно. Как только люди станут сознающими Кришну, эта борьба, эта политическая борьба, народная борьба, тут же закончится. Потому что они придут к настоящему осознанию того, что все принадлежит Богу. И, будучи детьми, ребенок в семье имеет право пользоваться преимуществами отца. Точно так же, если каждый является неотъемлемой частицей Бога, если все являются детьми Бога, тогда каждый имеет право пользоваться имуществом отца. Итак, это не означает, что такое право есть только у людей. В соответствии с Бхагавадгитой такое право есть у всех живых существ, независимо от того, является ли он человеком, животным, деревом, птицей, хищником или насекомым. Это сознание Кришны. Мы не мыслим в рамках того, что только мой брат хороший, я хороший, а все остальные плохие. Это узкое, ущербное сознание, которое мы не выносим, и мы отвергаем его. Мы думаем, пандитах самодаршина, в Бхагавадгите вы найдете. Пандит, ученый человек, одинаково смотрит на все живые существа. Поэтому ващнав настолько сострадателен, они могут на самом деле принести благо людям. Они видят, они действительно ощущают, что все эти живые существа являются неотъемлемыми частями Бога. Так или иначе, они соприкоснулись с этим материальным миром, и в соответствии с различной кармой они получили различные тела. Итак, пандиты, ученые, образованные, не различают это животное, его нужно отправить на бойню, а этот человек, он съест это животное. Нет. По-настоящему сознающий Кришну человек добр ко всем. Зачем убивать животных? Поэтому наша философия нет мясоедения, никакого мясоедения. Нельзя. Но они не будут нас слушать. О, что это за ерунда? Это наша пища. Почему я не могу ее есть? Потому что он опьяненный негодяй. Он не станет слушать истину. Например, если человек, бедняк, лежит на улице, беспомощный, могу ли я убить его? Оправдает ли меня государство? Нет. Я убил одного бедняка. Он никому не нужен. Общество в нем не нуждалось. Так зачем ему жить? Оправдает ли меня государство? Ты совершил замечательный поступок. Нет. А этот бедняк тоже гражданин государства. Вы не можете убить его. Почему бы не расширить эту философию? Что бедные животные, деревья, птицы, звери, они тоже сыновья Бога. Вы не можете убивать. Вы будете отвечать за это. Вас повесят. Так же, как вас повесят за убийство одного бедняка на улице. Несмотря на то, что он бедняк. Так же и в глазах Бога нет различия. Что говорить о Боге? Даже ученый, человек, не видит различий. Этот бедный, этот богатый, этот черный, этот белый. Нет. Каждый является живым существом, неотъемлемой частью Бога. Поэтому Вайшнав единственный благодетель всех живых существ. Они пытаются возвысить всех. Вайшнав пытается возвысить все живые существа до уровня сознания Кришны. Подобно Рупе Гаслами к другим Гаслами. Вайшнав не смотрит. Индус это, американец или еще кто-то. Однажды кто-то задал мне вопрос. «Зачем вы приехали в Америку? А почему я не могу приехать? Я слуга Бога, а это царство Бога. Почему я не могу приехать?» Превятствовать мне, это искусственно. Если вы препятствуете мне, тогда вы совершаете грех. Правительственный служащий, к примеру, или полицейский, имеет право входить в любой дом, в дом каждого, в этом нет нарушения. Также и слуга Бога имеет право отправиться куда угодно. Никто не может ему воспрепятствовать. Если кто-то препятствует, он будет наказан. Потому что все принадлежит Богу. Таким образом, мы должны видеть все в правильном свете. Вот что такое сознание Кришны. Сознание Кришны — это не больная, ущербная идея. Поэтому Кунти говорит, «Те, кто усиливает опьянение, не могут стать сознающими Кришну». Такие люди не смогут стать сознающими Кришну. «Эдхамана мадаха». Потому что они опьянены. Например, пьяный человек. Сейчас он совершенно пьян и несет какой-то вздох. Если кто-то скажет, «Мой дорогой брат, ты говоришь какую-то чушь. Вот твой отец. Вот мать. Какое ему дело до этого? Он пьян». Точно так же, все эти негодяи, опьяненные негодяи, если вы скажете, «Вот Бог», они не смогут понять, потому что пьяны. Поэтому Кунти говорит, «Твама кинчана гочарам». Таким образом, хорошо, когда человек избавляется от этих причин опьянения, Чанмайшвари Шута Шри, хорошее рождение, большое богатство, превосходная красота, их можно задействовать. Когда тот же человек становится сознающим Кришну, как делаете вы, американские парни, девушки, вы были опьянены, но когда опьяненность прошла, вы занялись лучшей деятельностью с сознанием Кришны. Например, когда вы приезжаете в Индию, все удивляются, как эти парни, девушки из Америки обезумели от Бога. Это дает им урок. Негодяи, учитесь. Вам так хочется подражать западным странам. Когда смотрите сюда, парни, девушки из западных стран танцуют в сознании Кришны. Подражайте же им. Такова была моя стратегия. Сейчас это приносит плоды. Все можно использовать. Знатное происхождение. Но если это опьяняет вас, если вы не используете это, то в таком случае ваше происхождение не очень хорошее качество, но вы можете использовать его в хороших целях, если вы обладаете чем-то. Если вы используете то, что имеете во имя цели Кришны, тогда это гораздо лучше. Тот же самый пример. Ноль. Ноль не имеет величины, но как только вы ставите перед нолем единицу, он тут же становится десяткой. Сразу же получается десять. Еще один ноль, сотня. Еще ноль, тысяча. Так же и эти Джанмайшвари Шута Шри, до тех пор, пока вы пребываете в опьянении ими, все это ноль. Но как только вы прибавляете Кришну, они превращаются в десять, сотню, тысячу, миллионы. Да, такова возможность. И у вас есть эта возможность. Вы, американские парни и девушки, обладаете этой возможностью. У вас уже есть ноли. Добавьте Кришну. Вы станете десятью. Спасибо вам большое. Добавьте Кришну. Субтитры сделал DimaTorzok Добавьте Кришну. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Читание Махапрабху говорит, нет лучшего поклонения, чем то, что было явлено в Раджаваду, девушками Вриндавана. Читание Махапрабху было очень строг в отношении женщин, будучи семейным человеком. Он никогда не шутил с женщинами, он был большим шутником, но только с мужчинами он никогда не шутил с женщинами, нет. Может быть, только однажды он пошутил со своей женой, Вишнуприей, когда Шачимата что-то искала. Он просто шутливо сказал, может, твоя невестка взяла это. За всю его жизнь это единственная шутка. В остальное время он был всегда очень строг. Когда он был с Аняси, ни одна женщина не могла подойти к нему близко, чтобы предложить поклоны. Но он говорит, что нет лучшего примера поклонения, чем тот, которому следовали в Раджаваду. И как же они ему поклонялись? Единственным их желанием было любить Кришну любой ценой. Поэтому это не безнравственно. Нам нужно это понять. Все это вопрос отношений. «Подобно Прохладу Махараджу, Прохлад Махарадж стоит, а его отца убивают. Разве это соответствует нормам морали? Хотели бы вы видеть, как в вашем присутствии убивают вашего отца, и вы стоите рядом, и вы не возражаете, разве это этично? Никто не согласится, что это этично. Но так произошло на самом деле. И ранее Кашипу убивали. Есть такое изображение, а Прохлад Махарадж пытается надеть гирлянду на убийцу. «Мой дорогой Господь, убийца, возьми эту гирлянду. Ты убиваешь моего отца. Ты очень хороший». Это духовное понимание. Никто не позволит, чтобы... Если вы не можете защитить своего отца, вы должны протестовать, вы должны кричать. «Убивают моего отца! Быстрее, быстрее на помощь!» Нет. Он приготовил гирлянду. И когда отца убили, он сказал... «Нарисимхадеву, мой дорогой Господь, теперь мой отец убит, и все счастливы. Теперь умерь свой гнев». «Все только счастливы». Он произнес именно это слово. «Модето садху рапи, бис чикасар пахтья». «Модето садху рапи». Садху, святой человек, никогда не одобряет убийство. Никогда. Даже животного. Садху не одобряет. Зачем убивать животных? Таков садху. Но Пархлад Махарадж говорит, «Садху, святой человек, также доволен». Когда? Когда убивают скорпиона или змею, они тоже живые существа. Садху не может спокойно смотреть на то, как убивают живое существо. Но Пархлад Махарадж говорит, «Даже саду доволен, когда убивают змею или скорпиона. А мой отец подобен змее или скорпиону. И он убит. Поэтому все счастливы». Такой демон, который просто приносит беспокойство преданным, такой демон, очень опасен. Поэтому, когда убивают такого демона, даже святые люди довольны, хотя святые не хотят, чтобы кого-то убивали. Итак, Кришна является Акинчана Битта, для того, кто лишился всего материального. Кришна — единственное утешение. Поэтому Кришна настолько добра, что если кто-то желает материального процветания и в то же время хочет стать преданным, это утверждается в Чайтане-Чаритамрите, кто-то стремится ко мне, но в то же время он желает материального процветания. Он глупец. Он глупец. Поэтому люди очень боятся приходить в сознание Кришны. «О, моему материальному процветанию придет конец!» А они не хотят этого. Как правило, они ходят в церковь, в храм, ради материального процветания. «Боже, дай нам хлеб наш насущный!» Это материальное процветание. Или «дай мне то, дай мне это!» Но они тоже считаются праведными, потому что они пришли к Богу. Атеисты не приходят. Они говорят, «Зачем мне идти к Богу? Я сделаю себе сам состояние. С помощью развития науки я буду счастлив». Они душкритина, наиболее греховные, те, кто так говорят. «В своем процветании я полагаюсь на собственные силы, на свои знания». Такие люди, душкритина. Но тот, кто думает, что мое благосостояние зависит от милости Бога, тот благочестив. Они благочестивы. Потому что, в конце концов, без согласия Бога ничего нельзя достичь. Это факт. Есть такое утверждение. Мы открыли так много способов противодействия или уменьшения наших страданий, но если они не одобрены Богом, они не возымеют действия. Можно так проиллюстрировать это. Например, вы открыли прекрасное лекарство и нашли высококвалифицированного врача. Это хорошо. Но когда человек заболеет, спросите у врача, «Можете ли вы гарантировать, что этот больной выживет?» тот всегда скажет, «Нет, я не могу дать такой гарантии. Я сделаю все от меня зависящее, не более того». Это значит, что решение принимает Бог. Я всего лишь инструмент. Если Бог не желает, чтобы вы жили, то все мои лекарства, все мое научное знание, знание медицины не помогут. В конечном итоге все происходит по воле Кришны. Эти глупцы не знают, поэтому их называют мудха, негодяи. Все, что вы делаете, замечательно, но в конечном счете, если это не одобрено Богом, Кришной, то все это обречено на провал. Они не знают этого, поэтому они мудхи. А преданный знает, опираясь на полученный разум, я могу попытаться стать счастливым, но если Кришна не позволит этого, у меня ничего не получится. В этом разница между преданным и непреданным. Кришна говорит, каждый, кто пытается прийти ко мне, стать сознающим Кришну, и в то же самое время хочет стать счастливым с материальной точки зрения, такой человек не очень разумный. Это означает, что он теряет зря свое время. Наша главная задача стать сознающим Кришну. Это основная задача человеческой жизни. Но если мы растрачиваем время на улучшение материальных условий и забываем воспевать, то это потеря, великая потеря. Итак, этот мошенник просит у меня материального богатства, занимаясь преданным служением, зачем мне давать ему материальное богатство? Лучше-ка я заберу все, что у него уже есть. Да. Тут нет смеха, когда у нас все забирают, мы становимся очень угрюмыми. Но таково испытание, это заявляет сам Кришна, Юдхиштхири Махараджи. Юдхиштхири Махарадж косвенно спросил Кришну, что мы полностью зависим от Тебя, но все равно мы так страдаем с материальной точки зрения. Нас отняли царство, опорочили нашу жену, нас пытались сжечь в доме. И Кришна сказал, да, это мой первоочередной долг. Если я особо благосклонен к кому-то, я лишаю его всех источников дохода. Очень опасно. В этой связи у меня есть практический опыт. Это особая благосклонность к Кришне. Я не хочу рассказывать, но это факт. Это факт. Когда мне было 25 лет, мой гуру Махарадж приказал мне, иди и проповедуй. Но я подумал, сначала нужно разбогатеть, а потом я буду использовать эти деньги для проповеди. И так это длинная история. У меня появилась хорошая возможность стать очень состоятельным бизнесменом. И один астролог сказал мне, что ты должен был стать таким же, как Бирла. Так у меня были возможности, хорошие возможности. Я был управляющим на большой химической фабрике. Я основал свою фабрику, дела шли очень хорошо. Но затем все развалилось. Я вынужден был исполнять наставления моего гуру Махараджи. Акинчана Витте. Когда всему пришел конец, я обратился к Кришне. Ты единственный. Поэтому Кришна это Акинчана Витте. Когда всему материальному богатству приходит конец, и сейчас я понимаю, что я не потерял, я лишь обрел. Я только обрел. Это факт. Поэтому потерять материальное богатство ради Кришны это не потеря, это величайшее приобретение. Поэтому здесь говорится Акинчана Витте. Когда человек становится Акинчаной, без собственности, всему приходит конец, тогда Кришна становится единственным сокровищем такого человека, потому что он преданный, как говорит Наратамдастакура. Такое положение, в котором мы говорим, Кришна, у меня нет иных притязаний, кроме Тебя. У меня нет ничего, нет собственности. Поэтому не пренебрегай мною, ибо Ты единственное, что у меня есть. Это замечательное положение. Когда мы не зависим ни от чего материального, просто зависим от Кришны. Это наилучшее положение в сознании Кришны. Кришна к Кришне обращаются Акинчана Виттая. Когда человек становится материально нищим, тогда Ты единственное богатство. Акинчана Виттая. В результате, когда человек принимает Тебя так как единственное, что у него есть, он тут же освобождается от влияния материальной природы. Это значит, что он немедленно возвышается до уровня трансцендентного абсолютного положения. Тогда он становится счастлив с Тобою, поскольку Ты Кришна. Ты счастлив сам с собой, поскольку тело Кришны и он сам суть одно. Он это просто Он, душа. Сейчас у нас есть это тело и наше Я. Я сущность, но у меня есть еще и тело. Но когда мы по-настоящему начинаем зависеть от Кришны, то поскольку Кришна сам удовлетворенный, мы тоже можем стать удовлетворенными с Кришной. Философы Майавади, манисты, хотят стать едиными со Всевышним. Так как Всевышний удовлетворенный в себе, они также хотят быть удовлетворенными в себе, став едиными со Всевышним. Наша философия та же Кайвалья, но мы зависим от Кришны, мы не становимся едиными с Кришной. Когда мы просто соглашаемся поминоваться воле Кришны, если нет разногласия, то это есть единство. Эти философы Майавади думают, зачем мне сохранять свое индивидуальное, независимое существование, лучше слиться с это невозможно, потому что мы созданы, не то что созданы, а с самого начала, мы являемся неотъемлемыми частицами, мы отделенные неотъемлемые частицы, поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, мой дорогой Арджуна, ты и я и все находящиеся на поле битвы. Мы были индивидуальными личностями в прошлом, в настоящее время мы индивидуальные существа, и в будущем мы останемся индивидуальностями, мы все индивидуальны, нитё нитянам, читанаш, читананам. Он верховный нитей, высшая живая сила среди многих бесчисленных живых сил. Мы джива, бесчисленные, ананта, невозможно сосчитать сколько нас. И эти ананта, бесчисленные живые существа, и Кришна тоже живое существо, но он главный в этом разнице. Как, есть лидер, он один, а последователей много. Так же и Кришна это высшее живое существо, а мы подчиненные, зависимые живые существа. Такова разница. Мы можем понять нашу зависимость. Если Кришна не даст нам пищи, мы будем голодать. Это факт. Мы не можем ничего произвести. кришна поддерживающий, а мы поддерживаемые. Поэтому Кришна должен быть господином, а мы подчиненными. Таково наше естественное изначальное положение. Поэтому ложное желание господствовать в этом материальном мире, это иллюзия. от этого нужно избавиться. От этого нужно избавиться. Мы всегда должны стараться занять подчиненное положение по отношению к Кришне. В этом успех жизни. Спасибо вам большое. ! Спасибо! Спасибо! ! 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 «Мой Господь, я знаю, что Ты — вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая Свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры между живыми существами возникают только на почве социальных отношений». В Бхагавадгите Кришна говорит в точности то же самое. Это объясняет Кунти, преданное. То же самое было сказано самим Верховным Господом. Бог не может быть пристрастным. Это невозможно. Все мы — Его дети. Как тогда Бог может предвзято относиться к одному из своих сыновей, относиться к Нему лучше, чем к другому? Это невозможно. Это наша ошибка. Мы пишем, на Бога уповаем, при этом мы проводим различия. Если вы верите в Бога, то вы должны быть одинаково добры и милосердны ко всем живым существам. Это сознание Бога. Итак, Кришна говорит, «У Меня нет врагов, а также у Меня нет друзей». «Двешья» значит «враг». Мы ненавидим своих врагов и доброжелательно относимся к своим друзьям. Итак, Кришна абсолютен. Даже если кажется, что Он враждебно настроен по отношению к какому-то демону, на самом деле Он друг. Когда демон убит, то это значит, что с демоническим поведением покончено. Он тоже становится святым. В противном случае, как Он смог бы попасть непосредственно в Брамаджиоте, все демоны, убитые Кришной, тотчас же растворяются в Брамаджиоте, Нирвишеша. Единственное отличие, конечно же, это Брамаджиоте, Параматме и Бхагава. Они едины. Это одна истина, абсолютная истина, только в разных ипостасях. Изначальная ипостась — это Бхагаван. Его частичное проявление — это Параматма, находящаяся в сердце каждого. Полное его проявление — это Кширдакашая Вишну. Он находится в сердце каждого. Это Параматма. И Брахман, Параматма и Бхагаван. Высшая ипостась — это Бхагаван. Он равно относится ко всем. Это зависит от преданных или людей, которые пытаются понять высшую абсолютную истину. В соответствии с их способностью понимания, абсолютная истина, Бог открывает себя либо как безличный Брахман, либо как локализованная Параматма, либо как Бхагаван. Это зависит от меня. Я приводил этот пример много раз. Иногда мы видим холмы из своей комнаты. Здесь, в Лос-Анджелесе, много холмов. Но их очертания расплывчатые. Когда вы смотрите на холм издалека, то он виден не очень ясно. Но если вы подъедете поближе к холму, то вы отчетливо увидите, что там что-то есть. А если вы приедете к самому холму, то увидите, что там работает множество людей, там есть много домов, улиц, автомобилей и прочего. Во всем разнообразии. Точно так же, когда человек хочет познать абсолютную истину своими крохотными мозгами, думая, я проведу исследование, чтобы обнаружить абсолютную истину, тогда у него будет нечеткое представление, безличное понимание. А если вы начнете медитировать, то обнаружите, что Бог находится в вашем сердце. Йоги, настоящие йоги. С помощью медитации видят Вишну Мурти в своем сердце. А тот, кто является преданным, встречается с Верховной Личностью лицом к лицу, так же, как мы встречаемся лицом к лицу. Он разговаривает с ним лицом к лицу, непосредственно служит ему. Верховная Личность Бога просит «Подай мне это!» И преданный дает. В этом разница. Он равно относится ко всем, и от ваших способностей зависит то, насколько вы сможете его понять. И Кунти подтверждает это в этом стихе. «Самам чарантанг сарабатра» «Самам чарантанг» «Чарантанг» означает «движущийся». Он передвигается повсюду, внутри и вовне всего. Нам лишь нужно очистить свое зрение, чтобы увидеть его. И в этом заключается преданное служение, очистить наши чувства, чтобы ощущать присутствие Бога. Бог присутствует везде. Антар-бахи. Антар значит «внутри», а бахи значит «вне». менее разумные люди просто пытаются найти Бога внутри себя. А обладающие развитым интеллектом видят тебя как внутри себя, так и снаружи. В этом разница. Медитация предназначена для менее разумных людей. Медитация подразумевает, что вы должны обуздывать чувства. Практика йоги означает «йога-индрия-самьяма». Наши чувства очень беспокойны. С помощью практики йоги, с помощью практики разных асан, можно обуздать ум, а затем и чувства. Тогда можно сосредоточиться на форме Вишну в нашем сердце. Это система йоги. Тем, кто слишком привязан к телесным представлениям о жизни, рекомендуется система йоги, практика физических упражнений, чтобы обнаружить Верховного Господа в своем сердце. Но бхактам преданным, которые еще более развиты духовно, им не нужно отдельно обуздывать свои чувства, потому что быть занятым в преданном служении значит владеть своими чувствами. Предположим, вы занимаетесь поклонением божествам, убираете комнату, украшаете божества, готовите пищу для божеств, все делаете хорошо, так вы занимаете ваши чувства. У ваших чувств в таком случае не будет возможности отвлечься на что-то другое, они находятся уже под контролем. Бхакти означает просто занять чувства, служение повелителю чувств. Хришикеша значит повелитель чувств, а Хришика значит чувства. Сейчас наши чувства заняты собственным наслаждением. Сарвупадхи, Упадхи Юкта. Я тело, поэтому я должен удовлетворять свои чувства. Это болезненное состояние. Но когда человек приходит к пониманию, что я не тело, но душа, неотъемлемая частичка Бога, поэтому мои чувства, духовные чувства, должны быть заняты в служении высшей душе. Вот что требуется. Это мукти. Мукти означает хитва, нет харупам. Когда мы обусловлены, мы отвергаем свое изначальное естественное положение. Наше изначальное естественное положение, как говорит господь Чайтанья, заключается в следующем. Наше изначальное естественное положение состоит в том, что мы вечные слуги Кришны. Поэтому как только мы занимаем себя служением Господу, мы немедленно обретаем освобождение. Тут же. Нет и речи о том, чтобы прибегать к какому-то процессу. Этот метод, когда мы занимаем себя, свои чувства, служение Господу, сам по себе означает освобождение. Итак, это освобождение доступно каждому. Кришна не говорит, вот ты иди ко мне, ты обретешь освобождение. Нет, Он открыт для каждого. Он говорит, Он обращается к каждому. Он не обращается только к Арджуне. Он обращается к каждому. Бхагавадгита была рассказана не только для Арджуны. Арджуна был просто тем, кому Кришна направлял свои слова. Но она была рассказана для каждого, для всех людей. Поэтому нужно воспользоваться этим. Он не предвзят. Он не говорит, только ты стань. Он подобен солнечному свету. Солнечный свет вьется беспристрастно. Это бедняк, это низкорожденный, а это свинья. Я не буду освещать их своими лучами. Нет. Солнце одинаково относится ко всем. Нужно только воспользоваться его лучами. Солнечный свет доступен всем, но если вы закрываете дверь, если вы хотите находиться в кромешной тьме, то это ваше личное дело. Подобно этому, Кришна везде. Кришна для каждого. Кришна готов принять вас, как только вы предадитесь Ему. Нет ограничений. Кришна говорит, они проводят различия между низшими и высшими сословиями. Но Кришна говорит, что даже если человек происходит из низкого сословия, так называемого низкого сословия, это не важно. Если он обращается ко Мне, то также становится достойным вернуться домой, к Богу. И он также является вечным временем. Все происходит во времени. наше исчисление времени — это прошлое, настоящее и будущее. Но это относительно. На днях мы обсуждали это. Прошлое, настоящее и будущее — это относительные понятия. «Прошлое, настоящее и будущее маленького насекомого отличаются от Моих прошлого, настоящего и будущего». Это относительное понятие. Также прошлое, настоящее и будущее Брахмы отличаются от моих прошлого, настоящего и будущего Но у Кришны нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего Поэтому Он вечен Прошлое, настоящее и будущее есть у нас Потому что мы меняем тела Сейчас у нас это тело К ему отведен определенный срок В какой-то момент времени мой отец и мать произвели меня на свет Это тело будет существовать какое-то время Будет расти Будет производить побочные продукты Затем состарится Придет в упадок После этого оно исчезнет Перестанет существовать Этого тела больше не будет Мы получим другое тело С этим телом покончено С истории этого тела С его прошлым, настоящим и будущим покончено Вы получаете другое тело И снова начинается ваше прошлое, настоящее и будущее Но у Кришны нет прошлого, настоящего и будущего Потому что Он не меняет свое тело В этом разница между нами и Кришной Например, Кришна сказал Арджуне В прошлом Я поведал Богу Солнца Эту философию, Бхагавадгиту Но Арджуна не мог поверить этому Арджуна все знал Но чтобы научить нас, Он задает этот вопрос Кришна, мы ровесники Мы родились почти в одно и то же время Как я могу поверить, что Ты рассказал эту философию Богу Солнца? И ответ был таков Мой дорогой Арджуна Ты также присутствовал при этом Но Ты забыл Я же не забыл В этом разница Прошлое, настоящее и будущее существуют для того Кто склонен забывать Но для того, кто не забывает Кто живет вечно Нет прошлого, настоящего и будущего Поэтому Кунти называют Кришну вечным А поскольку Он вечен, Ишанам Он высший повелитель Кунти говорит Манья, я считаю По поведению Кришны Она могла понять Что Кришна вечен Кришна высший повелитель Анади нидханам Нет начала и нет конца Поэтому Вибхум Вибхум значит Всевышний Величайший Вибхум Мы Ану Мельчайший А Кришна величайший Так как мы неотъемлемые части Кришны То Кришна является и мельчайшим И величайшим Мы просто мельчайшие Но Кришна есть и то и другое Кришна Вибху Величайший Это значит, что Он вмещает в Себе все В чем-то большом Если у вас есть большая сумка То вы можете хранить там много разных вещей С маленькой сумкой это не получится Итак, Кришна Вибху Он содержит в Себе время, прошлое, настоящее и будущее Он содержит в Себе все И Он присутствует везде Это Вибху Вибху Все проникающие Кришна везде В Брама Самхите говорится Потому что без Кришны материя не может развиваться Ученые-атеисты говорят Что жизнь происходит из материи Это глупость Нет Материя Это одна энергия Кришны А Дух другая Дух это высшая энергия А материя низшая Материя развивается тогда, когда присутствует высшая энергия Как, например, эта страна Америка Та же самая Америка была здесь и 200 лет назад И 300 лет назад Земля была Но она не была освоена Но из-за того, что здесь появились люди из Европы Америка сейчас столь развитая страна Поэтому причиной развития является высшая энергия До сих пор есть так много пустующих земель Например, в Африке, в Австралии Их называют неосвоенными Почему неосвоенными? Потому что высшая энергия Живое существо не прикасалось к ним Как только высшая энергия Живое существо Коснется ее На той же земле Появится множество заводов, домов, городов, дорог, автомобилей Всего, что мы можем создать Поэтому Заключение таково Материя не может Развиваться сама по себе Нет, это невозможно Ее должна коснуться Высшая энергия Тогда она начнет действовать Есть так много механизмов Это материя Низшая энергия Пока механик не прикоснется к ним Они не будут работать Первоклассный Очень дорогой автомобиль Будет стоять миллионы лет До тех пор, пока не придет водитель Бесполезно Людям не достает здравого смысла Материя не может действовать независимо Пока ее не коснется высшая энергия Живое существо Это здравый смысл Как же эти ученые-мошенники Могут утверждать, что Жизнь Развивается из материи? Нет Как можно прийти к такому выводу? Нет примеров, подтверждающих это Они ошибочно утверждают У них нет достаточных знаний Итак, эти вселенные Развиваются Также благодаря Присутствию Кришны Поэтому Брахма Санхита говорит Сейчас они изучают атомы Столько всего происходит Электроны, протоны Почему? Потому что Кришна присутствует там Это настоящая наука Итак, у Кришны нет прошлого, настоящего и будущего Он вечное время У Него нет начала У Него нет конца И Он одинаково относится ко всем Мы просто должны подготовить себя к тому, чтобы увидеть Кришну Понять Кришну Это цель сознания Кришны Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok